До декабря страны Африки практически никак не реагировали на войну России против Украины, при том, что материк страдает от продовольственного кризиса в результате действий Кремля. Только к десятому месяцу полномасштабного вторжения Марокко, первой на континенте, согласилась передать Киеву военную помощь в виде деталей для танков. При том, что у африканских стран есть большие запасы советской техники, которая также стоит на вооружении ВСУ. По словам экспертов, причина такой пассивности в банальной неосведомленности. Дело в том, что многие страны Африки, они не столько пророссийские, сколько просто не знают, что у нас здесь происходит, и руководствуются скорее какими-то мифологемами или старыми представлениями. Это проблема того, как классифицировать нейтральные страны. Потому что если мы классифицируем нейтральные страны как воздерживающиеся от помощи Украине, то получается так, что мы видим их как неких партнеров Кремля. Но реальность гораздо сложнее. Поэтому Киев определил Африку одним из главных направлений внешней политики на 2023 год. Украинская дипломатия заявляет целью перезапуск отношений с континентом. Для этого в Министерстве иностранных дел создали пост спецпредставителя по Африке. А в десяти странах региона откроют украинские посольства. Кроме того, со странами расширят отношения в торговле и между парламентами. Эксперты называют такой прогресс внушительным. Сейчас я бы оценил это на пять из десяти. Но есть тенденция к росту. Потому что раньше в этом был минимальный прогресс. И с 2015 года есть определенный рост. Особенно это стало заметно в 2022 году. Когда из-за российской агрессии весь мир почувствовал, насколько он, особенно глобальный юг, зависим от экспорта украинского зерна. Стоит также вспомнить, что осенью был очень значимый визит Кулебы. Другая часть глобального юга, которая также пассивно отнеслась к российскому вторжению в Украину – Латинская Америка. После выборов в Бразилии, одном из региональных лидеров, к власти в стране пришел Лула да Силва. Политик левого толка не критикует Путина и выступает за переговоры между Москвой и Киевом. А медиа двух наибольших стран – Аргентины и Бразилии – слабо заинтересованы в теме Украины. По мнению аналитиков, это можно изменить, если говорить с населением региона с более понятной позиции. Стоит начать разговаривать с Аргентиной и Бразилией с помощью заявлений Папы Франциско. Хотя Украина не была главной темой региональных новостей, речи Папы Франциско широко тиражируются, поэтому его внимание к Украине появляется в дискурсе СМИ. Кроме того, надо продолжать использовать спорт для продвижения украинской позиции в Южной Америке. Хотя FIFA отказалась транслировать речь Зеленского на финале Чемпионата мира, ее перепечатали аргентинские СМИ. Из аналитического отчета Let's Data. За минувший год Украина расширила сотрудничество со странами глобального юга. В первую очередь за счет роли в решении мирового продовольственного кризиса. Запущенная Киевом инициатива «Grain from Ukraine» собрала 190 миллионов долларов для отправки в страны Африки 60 судов с украинским зерном. Данила Кобза, для телеканала Freedom.